Ну, что привело? Сложно объяснять вещи, которые самому себе кажутся самособоразумеющимися. Но произошла трагедия, горе, несчастье. Мне кажется, человек, который думает о России, который живет здесь, который более-менее понимает, что происходит в нашей стране, он не может остаться в стороне сейчас. А что происходит в России? В России власть абсолютно отделилась от народа. Она не то, что не представляет наш народ, но она действует против него. И есть люди, буквально единицы, которые как-то пытаются этому противостоять. И когда ты видишь, что эти единицы тоже погибают, то ты вообще задаешься вопросом о смысле того, что происходит, и о том, как вообще можно с этим бороться. А бороться с этим надо, потому что это зло. Это касается каждого из нас. 86% за зло. Допустим, 90%. Вам не страшно? Вы знаете, мне кажется, если бы люди боялись, то ничего того, что мы сейчас видим вокруг нас, я говорю не про Россию вообще в мире, не было. Знаете, люди боялись плавать в косметное путешествие, у нас бы не открыли Америку, понимаете? У нас бы на Луну не полетели. У нас бы не было там благосостояния населения, которое есть на Западе и так далее. Страх он всегда сковывает. Это препятствие, с которым нужно бороться. Вот Борис Немцов был человеком, который ничего не боялся. И это образец для меня, пример. Только такие люди способны вообще что-то менять. Если мы говорим о том, что надо что-то поменять, то люди боятся, поэтому... Вы тут целый ритуал проделали? Что это было ради чего? Я просто свечки зажигал. У вас удивительный головной убор. Я был на Майдане. Год назад, в январе. Приезжал к вам поддержать вас. И? И? Что и? Хочется Майдан в Москве повторить. Что хочется? Хочется Майдан в Москве повторить. Что значит Майдан в Москве повторить? Майдан это явление, как я понимаю, все равно чисто украинское, и таким оно останется. Мы, когда говорим Майдан в Москве, мы, наверное, имеем в виду смену власти. Что-нибудь... Ну, мы же видим в Москве антимайданы, да? Да, мы видим в Москве антимайданы, такой интересный феномен. Многочисленные такие, вау. При том, что в культурном плане и в общественном России прыгают. Поэтому оно строит антимайданы во время отсутствия таковых вообще в России в данный момент. Я считаю, что перемены нужны. Как это будет называться? Манежный Майдан, как угодно. Реформы, все что угодно. Но нужны перемены. Иначе вот Борисом Нюсовым не ограничится. На самом деле, ну, честно, я вами восхищаюсь, да, и с болью смотрю на происходящее в России. Здесь часто бывают. И здесь очень мало людей высказывает свою точку зрения. Правда, да? Даже на кухнях уже боятся высказывать ее. Ну, страх это то, о чем мы с вами говорим. О том, что страх сковывает. Власти на это рассчитывают. То, что запуганное население сидит дома и молчит. Оно ничего не делает ради себя самого. А что можно сделать? Не молчать, не бояться. Ну, почему, я не знаю, почему вот мне говорят, почему ты, там, не уедешь на Запад, почему ты в Россию? Да потому что это моя страна, почему я должен уезжать? Ну, смотри, здесь, ну, то есть, как бы, большинство людей в стране, ну, вот я сама украинка с украинским паспортом сюда часто приезжаю. Здесь нас не увидят. Здесь считают, что мы ведем войну. У себя в стране, что мы уничтожаем собственную страну. Ты ходишь с такой, ну, вот, с такой символикой, да, на голове. Наверняка тебя спрашивают, вау, ты что бандеровцев поддерживаешь? Ты как-то объясняешь, ну, то есть, людям то, что ты видел? То есть, как, как? Ну, если людям, ну, я пыталась объяснить, меня не слышат. У тебя получается? Какие доводы ты приводишь? Люди, на самом деле, разные. И есть там разная степень, так сказать, опьянения, разная степень вообще понимания того, что происходит. У меня есть друзья, они, потому и мои друзья, потому что они адекватные люди, они понимают, что происходит. Они не смотрят там только Первый канал и канал Россия, да. Есть люди, которым просто, ну, удобно в их невежестве, в их незнании. Удобно просто верить, что так, как тебе говорят, нежели чем начать думать. Когда ты начинаешь думать, то ты борешься сам с собой, да. Ты тогда вынужден как-то не только думать, но и думать о действиях каких-то. Ты сидишь дома или ты выходишь на улицу? Я не могу ответить на вопрос, почему так сейчас у нас в стране. Я надеюсь, что все поменяется. Только надежда вообще может нас спасти. Думаешь, у вас получится, у этих 10 думающих процентов? Чем мы хуже? Чем мы хуже, чем у украинцев? Даст Бог, я очень надеюсь.